Ну и по традиции хотим вас познакомить с той ареной, на которой наши парни будут играть в групповой чемпионат Dallas Star Center in Plano. Заходим внутрь. На все колонны, на все стены этой арены нанесено что-то вроде нашей монтажной пены, сразу было непонятно для чего это сделано, но когда команда выходит на лед, ты понимаешь, что тренировки проходят в абсолютной тишине. Это какая-то простая достаточно шумоизоляция, которая делает просмотр матча совершенно другим. Подводя итог этой арены, скажем, что это очередной пример того, как все выстроено вокруг льда и все остальные вещи отходят на второй план. Димон, ну как тебе день рождения в Америке? Можно куражиться, веселиться, да? Да, великолепно. Много свободы. Ну давай про день рождения, а кто тебя сегодня вообще первого поздравил? У кого запомнил больше всего? Запомнил? Да, еще поздравление. Тренер одного хорошего очень. Что он тебе пожелал? Неожиданные два тренера. Ну, пожелали здоровья, удачи. Это Михаил Михайлович, да, перед игрой? Нет, не такого калибра я еще играл. Сейчас все твои родственники и друзья не могут тебе ничего подарить, но наверняка подарки будут, когда ты приедешь. Давай сразу отсюда, скажем, что бы ты хотел на день рождения, чтобы они уже готовились. Да, мне их хороших слов достаточно. А нет, что ты ходишь, давай. Я не знаю, мне всего хватает. Я наслаждаюсь жизнью, живу и... Экстралига, молодечно, уже все есть, отовиделся, да? Да, да. Что подписчикам написать в день рождения тебе в комментариях? Что бы хотел от них прочесть? Приятные слова и все. Слова поддержки нашей команды еще от мира и все. Давайте сделаем так, кто сегодня из наших подписчиков, подписчиков ютуб-канала Хоккей Беларуси самым оригинальным образом поздравит Дмитрия Кузьмина в комментариях. Мы из Техаса привезем для него шайбу своим автографом. Как тебе такое? Отличный вариант, согласен. Может быть, еще что-то добавишь, потому что подарочки ты их оставляла в номерах? Нет, рада им тоже надо что-то привезти. Окей, в общем, от вас активность в комментариях, но мы с Димой потом выберем самое классное поздравление. Мы наконец-то разминаемся на улице, на свежем воздухе, под горячим техасским солнцем, но по-прежнему соблюдением всех антиковидных мер и всего лишь на парковке нашей гостиницы. Дальше пока нам выходить запрещено, но это не проблема. Мы наслаждаемся тем, что есть. Хорошо дышится, хороший воздух, все приятно, солнышко, тепло. Какое настроение перед вечерним матчем? Боевое, все парни, думаю, заряжены, размялись. Будем только сейчас устраиваться и готовиться. Сегодня мы сменили привычное месторасположение и с плана приехали во Фриско для того, чтобы сыграть единственный товарищеский матч со сборной России. И сегодня будет 100% интересный матч. Если не верите, скриньте мое сообщение. Совсем скоро начинаем первая игра. Хэштег Сидар не дежурный. Хэштег Сидар все-таки дежурный. Сегодняшний матч мы будем проводить на второй арене этого чемпионата. И, скажем честно, эта арена намного круче, атмосфера здесь намного приятнее. Надеемся, что для наших парней это отдельная мотивация выйти в следующий раунд, потому что нокаут-раунд будет играться именно на этой арене. Хорошо, матч был по качеству неплохой. Хорошо играли, вели 2-0. Жаль, что проиграли 3-2 на публь. Расскажи-ка про свой бросочник. Как-то там выцелил лазером. Это я тренировал еще в Диналу Молодечную. Также бросал в нескольких играх. Правда, не мог попасть. Насколько вообще тяжело была игра после такой игровой паузы? Не, ну, вкатились. Начали очень хорошо. Забили 2 шайбы. Потом, не знаю, что получилось. Начали пропускать. И, ну, вот, пропустили 2 шайбы и болит их продать. Ну, кстати, предвкушаешь мой вопрос. Русские добавили потом по ходу матча? Или сами где-то начали? Вы чуть-чуть начали играть? Не знаю. Просто знаю, что мы хорошо начали. Как они там умеют, не умеют. Я не видел, как они играют. Но мы начали хорошо. Потом ночью из хуже добавили. Вообще, уверенность появилась какая-то после этого матча дополнительная или нет? Да, когда забили первую и вторую шайбу, уверенность пришла, что можем побеждать. Они такие же, как и мы. По факту в матче мы проиграли по булитам со счетом 2-3 сборной России. В общем-то, информация для размышления есть. Есть еще 2 дня до первого поединка. И мы отправляемся изучать эту информацию. И для того, чтобы рассказать обо всем, что будет происходить позже в наших видеодневниках. Обязательно смотрите все новости на Хоккей Бай. И до встречи на этом чемпионате. Впереди много классных матчей. Сто процентов. Ладос, ну что? Перед допинг-контролем стоишь? Трясет тебя что-то со стороны в сторону?